Всем привет! Сегодня история о том, как бездумная погоня за эстетикой уничтожает все живое. Раньше я любил заезжать на Крымскую набережную к музеону, где располагалась стихийная выставка продаж различных картин и художественных поделок. Такой себе городской вернисаж недорогой живописи. Было очень удобно подъезжать и парковаться на Крымской набережной и прогуливаться по этому вернисажу. Там иногда попадались очень приличные картины начинающих художников, которые еще не сложили себе цену. Но как только узнавали свою цену, то исчезали оттуда, и купить их можно было уже только на дорогих выставках. И это, конечно же, закономерно. Но вернусь к вернисажу. Сам проход по этому блошиному рынку живописи также был очень удобен. Он был сквозной вдоль всего вернисажа, по всей длине и посредине. А отсеки с картинами и продавцами располагались по бокам. Ты спокойно шел по этому среднему проходу, поворачивая голову то влево, то вправо, и спокойно успевал просматривать все, что там представлено. Затем городские власти решили все там облагородить и сделать все эстетично и красиво. Они разломали эти самодельные навесы с центральным проходом и сделали навесы красивые, с волнообразной крышей, с располагавшимися там кафе для посетителей и художников. Но отсеки для художников запроектировали без центрального прохода. И посетителю, чтобы все рассмотреть, теперь необходимо петлять змейкой, продвигаясь от начала вернисажа к концу. При этом выпадают из обзора тыльные стороны отсеков, обращенные либо к набережной, либо наоборот, к музеону. Поэтому надо постоянно возвращаться назад. Не зная, кто проектировал это сооружение, но этот архитектор явно забыл об одном из трех китовой архитектуры, о пользе, а воплотил только два других – красоту и прочность. Не доучился видать товарищи. Без этого третьего компонента это сооружение бессмысленно. Помимо этого, городские власти закрыли въезд на набережную. Подъезжать и парковаться стало невозможным, а это очень неудобно, особенно если ты приобретаешь крупногабаритную картину, которую теперь надо тащить до далеко расположенной стоянки. Еще власти стали брать с этих художников серьезную арендную плату, которую многие не отбивают, не продается столько картин. Поэтому сейчас там много пустых отсеков. В итоге многие любители прогуляться там и что-то приобрести, перестали туда приезжать вообще. Зато выглядит очень красиво и эстетично. Особенно с другого берега Москвы-реки, с Причистинской набережной. Только оттуда трудно покупать картины, деньги художникам через речку перебрасывать тяжело. Вот такие вот мысли вслух. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok